Ну и буквально две недели осталось Украине до старта безвизового режима с Евросоюзом. Украинцы массово ринулись оформлять биометрические паспорта. Выдерживают ли отделение миграционной службы натиск стремящихся в Европу, выясняла Ирина Романова. Киевлянка Наталья Карпенко собралась с семьёй на отдых в Европу. У неё и мужа, говорит Шенген, а дочери решили оформить биометрический паспорт. Насколько быстро можно его сделать, пришла узнать в подольский раздел миграционной службы. Нужно ждать до липня, чтобы только подать документы. В электронной черзе о 12-й сегодня уже не можно записаться, потому что нужно было еще о 6-й прийти, чтобы записаться. Мне нужно терминово. Записаться в электронную очередь можно не только в райотделе, но и на сайте ГМС. Но, как оказалось, только теоретически. Я сегодня врань попробовала, не открылась. А это уже Шевченковский райотдел миграционной службы. Юрий за последние полтора месяца здесь уже третий раз пришёл за паспортом. Говорит, оформить его целая эпопея. Можно прийти там о 6-й и ждать до 10-й или 11-й. Потом мы отримываем талончик, например, и ждем три недели. Потом приходим о 6-й, ждем до 11-й. Тут люди... Оперативнее день в день можно сдать документы на чипированный загранпаспорт в столичном документе на бульваре Шевченко. Стоит это до 1200 гривен. Но и тут без очередей не обойдется. Ажиотаж из-за биометрических паспортов в регионах. В Черкасах после новости о безвизе в райотделах миграционной службы яблоку негде упасть. На весь город их всего три. В тесном и душном коридорчике центрального отделения в 10 утра уже полсотни человек. Это все, кого сегодня смогут обслужить. Нема умов, чтобы тут столько людей находилось. Но руководство выходит и говорит, что можно займать черву, что не можно. Зависает система, потому что очень много людей кинулись делать загранпаспорта. Если раньше мы принимали по 20-30 человек в день, то на данный час мы принимаем 100-120 человек в день. Каждый день в Украине биометрические паспорта получают 20 тысяч человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году. А количество отделений сотрудников тоже оправдывается в ГМС. Но пока в госслужбе обдумывают, как улучшить сервис, конкуренты-частники не дремлют. Я сейчас пришла. Три точки, где написано, что они делают терминовые загранпаспорты. Оформить могут даже за три дня. Правда, стоить это будет 3 тысячи гривен. В ГМС таких посредников называют мошенниками и советуют с ними не связываться. Впрочем, и в райотделах миграционной службы тоже не прочь подзаработать. Дело за 10 дней, срочно. Без очередей, без ничего. У кого есть знакомые, можно и без талончиков. У вас знакомые? Да. 10 дней 1300 гривен стоят. Официальные расценки напоминают в миграционной службе таковы. Оформить паспорт за неделю до 900 гривен, за 20 дней до 600. Еще ведомстве уверяют, через месяц очереди в райотделах исчезнут. Ирина Романова, Станислав Кухарчук, Андрей Анастасов. Подробности. Телеканал Интер.